Здравствуйте, коллеги! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы сейчас находимся во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском, где совсем недавно открылась выставка печных изразцов. Более подробно об этой экспозиции мы попросили рассказать хранителя музея, доктора исторических наук Светлану Измайловну Баранову. Светлана Измайловна, добрый день! Добрый день! Я хочу прокомментировать вообще сам факт открытия этой выставки. Он очень значим. Выставка, в общем-то, небольшая, я бы даже сказала, крохотная. Это одна небольшая витрина. Но я уверена абсолютно, что она вызовет глубокий интерес и даже любопытство, настоящее любопытство приходящих сюда, в Коломенское, поскольку здесь впервые представлены подлинные археологические находки в Коломенском. По этим находкам и созданы те самые знаменитые печи, они уже за это время стали знаменитыми, которые мы сейчас видим в помещениях дворца. Нужно сказать, что сама по себе реконструкция этих печей была проектом очень сложным и очень трудным. Но мне кажется, мы выиграли, сделав печи такими, какими они, как нам кажется, были в XVII веке. То есть мы вполне можем говорить о подлинности и достоверности этих, как принято говорить, ну, скажем так, в музейном круге новодельных печей. Это была очень тяжелая и трудная история, поскольку, как мы знаем, от дворца фактически не сохранилось особо подробных описей, не сохранилось деталей интерьеров. И когда мы искали в описях упоминания о печах дворца, мы находили очень краткие упоминания о том, что печи были круглые или четвероугольные, то есть прямоугольные, что они были либо цининные, то есть многоцветные, как их называли в XVII веке, либо муравленные, то есть зеленые, трава-мурава по цвету травы. И, в общем, на этом, как бы сказать, наши возможности по реконструкции как бы исчерпаны были. Но представьте себе, что главным материалом для реконструкции печи стали вот те самые фрагменты из росов, найденные в культурных слоях Коломенского, которые сейчас посетители могут увидеть на этой очень важной выставке. Сама история печного устройства дворца, она крайне занимательна. Мы можем об этом говорить очень долго, и нам, конечно, не хватит нашей короткой передачи для того, чтобы рассказать, как было устроено печное отопление дворца. Я хочу только вспомнить один забавный эпизод, когда только решалась судьба воссоздания печей, и когда решалась судьба создания здесь, на территории Коломенского, вот этой копии дворца, а мы напомним нашим слушателям, что мы находимся не в самом дворце, а в копии дворца, сделанной по подлинным чертежам, и мы можем говорить о высокой точности этого воссоздания, то в одном из первых проектов отсутствовали печные трубы. И вопрос сразу возник, а где печные трубы? А вообще, как отапливался этот дворец? 270 комнат, около 3000 окон, огромные помещения, огромные сооружения. Я скажу вам, что до конца мы не знаем, как выглядела система отопления, но мы знаем, что печи, огромные печи находились на первом этаже, а точнее в подклете даже, они на первом этаже, и оттуда эти печи отапливали верхние помещения через, собственно говоря, те самые печи, которые мы сейчас здесь видим. То есть в некотором смысле это были не печи как таковые, а так называемые проводные трубы. Собственно, они так и называются в описях того времени. И вот через эти проводные трубы тепло, естественно, распространялось в жилых помещениях. Мы сейчас находимся с вами в одном из самых больших помещений. Это столовая палата. Соответственно, печка, она соответствует размерам этого помещения. И она является одной из самых больших здесь. Но я сразу скажу, что были в истории русского печного дела печи покрупнее. Были печи, которые достигали высоты 6 метров. В ширину они были более 3 метров. Известна вот такая огромная печь в грановитой палате Московского Кремля. То есть это не самый выдающийся по размерам образец. Но я обращаю ваше внимание на другое. Я обращаю ваше внимание, простите за банальность, на красоту этих печей. Я уже сказала о том, что мы были последовательны в реконструкции этих печей. Мы честны перед посетителями. Печи стоят ровно на том месте, где они находились. Об этом нам говорят планы и чертежи, сохранившиеся с 17-го и 18-го века. А вот та красота, которая представлена в декоре этих печей, она, собственно говоря, плод усилий музейных сотрудников и реставраторов, и тех, кто реконструировал эти изросы, потому что брался крохотный, поверьте, иногда еле умещавшийся на ладони кусочек, фрагмент. И по этому фрагменту делалась реконструкция целого изроса, а затем из этих отдельных реконструированных изросов делались вот эти огромные поверхности, огромные изросовые ковры. Они отличаются тем, что они, как я уже сказала, ценненные, то есть многоцветные. И вот тут начинается разворачиваться еще одна история, которая очень занимательна. Но начну я ее с тех лет, когда очень активно строился дворец. Известно, что в 1668 году царь Алексей Михайлович Романов, собственно говоря, хозяин этого дворца, владелец этого дворца, и, в общем, именно по его приказу строился этот дворец, одарил тканью некого мастера ценненного дела, вы догадываетесь, что речь идет о мастере из Разичники, ну, такой Игнашко Максимов. А одарил тканью, это был царский подарок, поощрение. За что он его одарил? Он его одарил за показ образцовых кафель. То есть в 1668 году некий мастер показывает царю какие-то кафли. Причем мы видим и встречаем название, такое еще чужеродное для русского изразца, которое назвали образец, изразец, а тут вдруг кафель, от немецкого слова кахель, то есть слово, пришедшее к нам из Европы. Как выяснилось, сам мастер, в общем, был выходцем из тех территорий, которые относятся к современной Белоруссии, а в то время входили в состав Речи Посполитой. То есть, по большому счету, это был европейский мастер. И вот мы понимаем, что царь увидел что-то для себя чрезвычайно новое, чрезвычайно занимательное, чрезвычайно эффектное, то есть те самые изразцы, которые тут же были заказаны, и именно эти печи с такими изразцами наполнили интерьеры дворца. И вот мы как раз стоим ровно перед такой печкой, которую мы можем назвать четвероугольной, как называли ее в 17 веке, цининной, то есть многоцветной, и мы можем даже предположить, конечно, с огромной степенью гипотетичности, что одним из мастеров, который делал эти печи, мог быть тот самый Игнат Максимов. Но что уж я могу сказать совершенно точно, что делали эти печи государевы мастера, то есть те мастера, которые жили в гончарной слободе города Москвы, и они, конечно, работали главным образом по заказам государя. А вот скажите, пожалуйста, а эта печь сегодня, она действующая, или это только... Нет, конечно, нет, конечно, это не действующая печь, она в первую очередь говорит нам об образе печи 17 века. Представляете, если бы она была действующей, сколько было бы хлопот в этом деревянном сооружении. Нужно сказать, что в Коломенском дворце 11 израсовых печей. Это такая была беспрецедентная история реконструкции. Если учесть еще время, которое было отведено на эту реконструкцию, то это вообще как бы не имеющий аналогов в истории музейного дела проект. И все печи были сделаны на основании археологических находок, которые увидят зрители в этой витрине. А мы имеем возможность взглянуть вот на эту книгу, которая называется «Русский изразец. Записки музейного хранителя». Ну, автором, как вы понимаете, являюсь я, так же как хранителем вот этих вот замечательных изразок. И здесь мы видим изразцы, которые были найдены в Коломенском, и на основании этих находок и были реконструированы печи. Вот я обращаю ваше внимание, например, вот на такую картинку. Это изразцовый клад. Это найденный в районе Дикова, на Диковом городище, то есть поблизости от Коломенского, полный набор печи. Именно в таком виде вы нашли, да? Именно в таком виде и нашли. Нашел вообще точнее Александр Григорьевич Векслер, московский археолог, известнейший московский археолог. Я помню это событие, как ко мне прибежали и сказали «бегом, бегом, бегом». И мы бежали и прибежали. И вот я была счастливицей, которая одна из первых увидела вот эту находку. А в наших помещениях вы увидите уже печи, которые сделаны на основании этих находок. Реконструкция делается не сразу и не просто. Вот мы видим реконструкции этих печей. Еще раз подчеркну, что они не топятся. Что это в некотором... Вот печь в мыльне. Это помещение, которое использовалось в качестве бани, как вы понимаете. И вот эти печи, еще раз подчеркну, вот проекты реконструкции этих печей. Вот видите, как мы воссоздавали каждый отдельный изразец. Вот в нашем случае как раз мы видим изразцы, которые находятся на печи за нами. Вот план с изображением мест размещения печей Коломенского дворца. Ну, а собственно говоря, вот сам Коломенский дворец, о котором многие наслышаны. Я еще раз возвращусь к истории появления в Москве такого рода изразцов. Ну, честно говоря, я думаю, что посетители, вряд ли, глядя на эту выставку, поймут, как важен был момент появления изразцовых печей в интерьерах. Не только дворца. Это абсолютно новый уровень комфорта. Это новые декоры. Посмотрите, что бы мы ни делали, как бы мы ни оформляли помещение, оно украшено в первую очередь изразцовой печкой. Печка – это безусловный доминант, да, как бы декоративный, как бы, сказать, интерьерный. Но если к этому мы добавим еще то тепло, которое несет печь изразцовая, то понятно, что она – самый настоящий центр любого интерьера, в нашем случае царского. Но тут есть один момент, чрезвычайно интересный для нас. Эти пичи, а точнее эти изразцы, они как бы не имели вот такой сословной привязки. То есть, например, мы не можем сказать, что эти изразцы мог заказать только государь. Мы находим изразцы подобного рода в большом количестве на территории Москвы, прилегающих к Москве городов. Дело в том, что такие изразцы мог заказать каждый, у которого есть деньги. Суданна Павловна, давайте с вами оставим хотя бы небольшую интригу для наших уважаемых телезрителей, для москвичей, для гостей столицы, которые смогут прийти сюда, в Коломенское, своими глазами увидеть вот прекрасные образцы вот этих печных изразцов. Спасибо вам большое за интереснейший рассказ. Спасибо вам за интерес к русскому печному изразцу. Поверьте, он того стоит.